Всем привет, ребята! Мы продолжаем биться на шахматной планете и спасать позицию. Да, пытаюсь сделать ход коня в 3, но не получается. Нет, конь, стоп! Вот эти боковые шахматы всем надоели. Я считаю, Никита, нужно... Да, соперник вот... подвел нас, подвел. Меньше надо рассуждать. Ну, ничего страшного. Я думаю, мы... Пойдем все-таки. Оттай мне управление, наконец. Стоп, стоп. Коня в 3. Коня в 3. Интересный ход. О, у нас конец. Мы идем гамбит Хэллоэм. Нет, мы, к сожалению, его не идем. Хэлло, ты специально издеваешься? Да, управление? Нет. У тебя оно есть, кстати. Я там не имею. Ты, значит, тепленький. Д3. Так, и так, у нас получается интересная и открытая игра. Да ничего не интересно. Ты не понимаешь всей сути шахмат. Вот сейчас надо пойти с Ж4. Новые видения. Потом Ладежа 1. Вот это сильно. Все равно Ладежа 1, я шучу. Мы с тобой же не сожидает и я с 4. А почему не побить? Давай побьем. А на с отличной позиции, по-моему, слава. Да, шикарно. Да. И Ф4. Да. Когда же начнется цикапбэк? И ферзь F3. Усиливаем давление на пешку F4. На пешку D3. D3? Да. На нее давят уже две фигуры. Скоро после 3-0 будет давить 3-й. Так. И С4. С4 это обязательный ход. Смотрите, какой тупой слон. Вот есть идея пойти D4. Как тебе? Окей, еще парочка идей, я уже не смогу спасти эту позицию. Вот смотри, D4, D5. Очень красиво. Очень красиво. Идейные шахматы. И этим мы открываем третью линию нашему ферзю. Второй фронт. Сейчас после слон G4 мы сдадимся, видимо. А слон G4 это так смертельно? Да. О, ужас. А, ну я предлагаю перейти... Да на E4 же висит, что ты делаешь? Надо уже брать на F4 пешку. Все, отлично. Сбираем пешку. Ну и все, я... Да, и дай мне управление. Так, на. Я тебе дал. У тебя играется? Да, теперь. Все, отлично. Как ты так сделал? Это волшебство. Конечно же мы уйдем в 2-0. Там король будет чувствовать себя в безопасности. Абсолютно. Да, только... Вот можно съесть было на B7, ух. Да, но, к сожалению, это слишком длинный ход. Так. Вот это неприятно. Да, хочет хотела держать 8. Что делать, что делать, что делать? Нужно придумывать. Ну так он просто поменяется. Можно было... Стоп, а у нас теперь есть план D5, ладно, нет плана. Не, 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 мы проведем пешку C2 в ферзи. C2? Вот следите, следите за руками. Все, отлично. У нас одна война. Пешка C2 отправляется в путь. Король наш очень опасен на пункте F3. Да, вот это уже серьезные угрозы появились. Смотрите, как качественно мы отрезали черного короля от заветной пешки C2. Да, только я опять плана такая. О, ужас. Нужно использовать всю глубину фронта. Глубину фронта? Глубину. Что это за понятие? Ну, опять это грамотный тычок. Не даем хресте B6. Тычок, говоришь? Тычок. Таскорее фиксация, а не тычок. Все, белый, черный абсолютно. Беспомощный. Да, я бескуражен. К сожалению, не вижу я, как выигрывать эту партию, кроме как сургать флаг. Не, не, мы проведем пешку C2, вот увидишь. Окей, я вижу. Нет, пока ты еще не можешь ничего видеть, но мы проведем. Я вижу то, что наша ладья врывается на пункт B8. Да. Врывается. Соперник пытается обессмыслить это. Ладья F8? Можно так. Это отвлекающий маневр, смотри. Мы делаем вид, что мы ведем пешку H у ферзи. На самом деле это мы все понимаем, какая пешка идет у ферзи. На самом деле мы понимаем то, что... О, вот это тонко. Чтобы король не успел защитить на F7. И вообще больше на F7 не защищается, видимо, да? Да, только надо было в другом порядке это делать, наверное. Сначала ладья F8, потом ладья B8. Ничего страшного. Видишь, так мы тянули внимание соперника от ферзи в фланг, или у нас. Ну, давай думать о хорошем. Так, ну ладья A7 это тонкий перевод, ладья. Так, чтобы знать куда. Кто-то настроен на ничью и рубит нам флаг. Я могу доиграть в эту партию. А как же пешка C2? Нет, ты не можешь так поступить. Я не вижу плана. Не важно, пешку C2 вести в ферзи. Нет, ее сейчас съедят. Нет, нет. Все потеряно. Ты все испортил. Ну ладно, поведем пешку H. Это уже совсем не то. Ты же понимаешь? Я понимаю. Нужно вести короля на F5. Вести короля. Да, веди. Все окей. Короля? Потому что я ладаю. Веди короля, да. Веди 4 на F5 и руби флаг. Я все... Все, потом сдавай на H7 и выиграю. Я рею в тебя. Бей коня. Коня бей. Любого коня бей. Никит, партия уже закончилась. Мы, к сожалению, проиграли. Выиграны позиции. Но я считаю, камбэк удался. Как закончилось? Мы опять проиграли? Давай уже выиграем. Наразать хоть одну партию. У нас... Ты не видишь картинку? Вот сейчас уже вижу. Ну и что? Мы проиграли. Что? Потому что это очень медленно. Всем спасибо за внимание. Нет, давайте прямо в этом ролике сделаем. Наверное, на паузу. Итак, мы продолжаем и... Давай мы будем быстрее разыгрывать дебют и начнем с F5, согласен. Хороший ход. И теперь... Да, ребят. Да нет, ну конь А6 же сильнее. Как-то не понимаешь. Можно у нас потерять темпа, ладно. Гамбит, гамбит. Ну какой гамбит? Ну конь А6 ты пойдешь сегодня или нет? Конь А6 пойдем. Стоп, у нас пешечная структура идеальная. Да, да. Только конь А6 пойдем. Конь А6, хорошо. Отлично. То есть... А, вот мы отдали парочку пешек. Да, ну получили... Чуть мощнейшую инициативу. Да, конечно. Развитие у нас просто подавляющее. Да, обратите внимание. У черных развито три фигуры, а у белых... Ни одной. Видимо, заставляем мы соперника лишить... Лишить тебя рокировки. Ну, что тебя не слышат, что... Точнее, даже не думать о том, что я сейчас услышал, вместо лишаем соперника рокировки. Да? Да. Смотрим вас. Так, ну здесь мы пойдем... Два ноля. Там наш каракт будет чувствовать себя и более безопасно. Ну и, конечно же... Да, у нас нас едает еще одну пешку. И еще. И еще. Вот скоро не будет... Не будет у нас зрителей, потому что отдаем мы пешке. А не фигурно? Да. А настоящие камбэкщики... Камбэкщики. Отдают только... Только... Чергия, не меньше. Ну а что, мы пожертвовали сколько? Три? Три? Ну у нас инициатива, это самое важное. Конечно. Самое главное, это перехватить инициативу. К сожалению, соперник вот... Играет довольно-таки плотненько. Ну да, и у нас нет никакой инициативы. Тоже немножко удручает. Нет, ну у нас есть... Удар на F3? Да, только в какой редакции его появится? А6. Да, но сейчас коня на E4 увидел. И удар на F3 приведет к тому, что мы просто уменьшим количество материала. И нам будет совсем нечем играть. И тогда мы будем настоящими камбэкщиками. Камбэкщиками мы будем? Ну ладно. Знаешь, это... Профессия моей мечты. Ты добился. Камбэкщик. Ты добился. Вот теперь это заработало. В новом... В новой силе. Да. Сразу видно, что профессиональные камбэкщики. Конечно. Работают. Выбирай. И сейчас еще одну лавирую. Вот так, ребята, заканчивают свои партии настоящий камбэкщик. Да, и на G2... Ну, в общем, заехали мы. За всем материалом. Да, ну, пора сдуваться, вообще-то. Это можно было еще перед началом партии сказать. Про нас. Так, ну вот это очень сильно.